Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Не очень солнечное, правда, да, я обратил внимание, что в Москве, где я сейчас нахожусь, не так солнечно, как в Израиле, да, чуть меньше. И, так, отлично, отлично, хорошо, но где-то же солнце есть, и это радует, где-то есть солнце, и это очень радует. Итак, дорогие друзья, все, мы собрались и продолжаем изучать Тору. Сегодня 28-е Хешвана, кто не знал, 3 ноября, 28-е число месяца Хешвана, мы приближаемся уже к новому месяцу, наступает новый месяц Кислеф. Кислеф – это самый темный месяц, такой, да, месяц темноты, и как раз в нем в конце месяца начинается праздник Ханука, праздник света. То есть как раз это очень так совпадает, что когда темно, 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 это было время зимнего солнцестояния, в тот момент, когда это возникло, это было, по-моему, в декабре зимнее солнцестояние, когда самый короткий день и самая длинная ночь. И было так темно, что первый человек, он думал, что мир исчезает. И тогда он как раз вот начался этот процесс зажигания света. И Ханука – это очень такой праздник света называется. Ну, нам еще до него далеко, почти месяц, поэтому мы, значит, сегодня мысль, мысль, которую Рэбе, любая часть, он нам дал сегодня, такую для размышления, это из книги 365 размышлений Рэбе, мысль такая, что мы вчера говорили, что мир похож на Солнце, взаимодействие Солнца и Луны, да, то есть все в этом мире можно рассмотреть сквозь эту призму. Солнце – это дающее, то есть это то, что дает свет, дает тепло, оно такое внешнее, экстравертное Солнце. И, значит, Луна – это то, что принимает этот свет и отражает его. Это такая интровертная Луна, которая принимает это влияние. Теперь говорит любая часть Рэбе, смотрите, интересная вещь. Солнце, оно всегда Солнце, то есть оно светит и светит, да, что с него взять. Луна, она все время меняется, то есть Луна, она то, мы видим, лунный месяц, новая Луна, потом полнолуние, потом Луна эта становится меньше, то есть Луна меняет все время свой внешний вид, да. Теперь он говорит, так же и человек. Все сотворенное растет и изменяется, как Луна с одной стороны, но при этом есть какая-то неизменная основа. И он говорит, растите, меняйтесь, постоянно учитесь, но всегда сохраняйте стойкость. Помните, кто вы. То есть если у человека должен быть какой-то вот внутренний стержень, какая-то внутренняя неизменная часть, которая называется сущность, душа, как-то надо ее для себя познать, осознать и понять, что вот это я, я неизменный. Я живу в этом мире, сейчас в этом теле, потом я буду жить дальше, в духовном мире. Но вот это я, оно вечно неменяемое и связанное со Всевышним. Все остальное, оно меняется. Был я маленьким мальчиком, потом я стал юношей, мужчиной, потом стану когда-нибудь дедушкой и так далее. То есть есть какие-то изменяемые вещи. Был когда-то пионером, потом перестал быть пионером, потом стал спортсменом, потом стал еще кем-то тренером, коучем и так далее. Это все изменяемые параметры. Был Игорь, стал Ицкак. То есть все-все-все меняется. Но вот есть внутри неизменная часть, это я. Я настоящий, это как раз неизменная часть. Такая глубокая очень идея. Есть как раз над чем подумать. Теперь в этой недельной главе, в сегодняшнем отрывке, есть причина, становится понятным, почему евреев часто не любят в мире. Вот идет такая прямо история еврейского народа, насчитывает уже более четырех тысяч лет. И все эти четыре тысячи лет евреи сталкиваются с проявлениями антисемитизма. И почему? Почему? Вот в чем причина? Как раз сегодня нам станет понятна причина. Значит, отрывок сегодняшний из недельной главы начинается с того, что Ицхака, это мы учили вчера, Ицхака царь Авимелых попросил уйти. Он ему сказал, что послушай, ты стал очень отцу Мимена, ты стал сильнее, чем мы. То есть мы знаем, что в тот год, когда был плохой год, голодный год такой, плохая земля была у Ицхака. И он собрал урожай в сто раз. В сто раз было больше у него урожая, чем у всех остальных. И мало того, Бог его благословил, он этот урожай собрал, продал, купил себе коз, коров, все у него, вот все, за что он брался, все у него работало. И этот Авимелых, филистимлянский царь, он ему говорит, уходи, уходи. Мало этого, был в конце конфликт по колодцам. Ицхак копал колодцы, приходили эти филистимляне, засыпали колодцы и так далее. То есть была такая достаточно конфликтная ситуация. И что сделал Ицхак? Ицхак ушел. Вайаль Мишамба Иршева. И он поднялся от филистимляне, это там, где сейчас Газа и Ашкелон. И это такая нижняя часть возле моря, да? И он поднялся чуть-чуть выше, в юг Израиля, в Иршеву. Начинается Ваяаль Мишамба Иршева. Поднялся он в Иршеву. Думает, я не буду с ними связываться, с этими филистимлянами. То есть, ну, попросили уйти, взял, ушел. Вайера Элав Ашемба Ла-Лау. И показался ему Бог, написано, явил себя Бог ему в эту ночь. И сказал, Я, говорит, всесильный Авраама, отца твоего. То есть, тут мы опять видим, что Авраам это тот, кто установил с Богом вот такой вот контакт. И он ему говорит, Я Бог Авраама, отца твоего. Аль Тира, Ти Итха Анухи. Он ему говорит, Не бойся, с тобой я. Итха, это больше можно сказать, Итха я в тебе. Я в тебе. В тебе я. Уверах Тиха. И я тебя благословлю, сказал Бог. Я благословлю тебя. В Ирбесеет Зараха. И я умножу твое потомство. Бавур Авраам Авди. Из-за Авраама, отца моего. Отца твоего. Раба моего, сказал Бог. Из-за Авраама, раба моего. Бавур Авраам Авди. Хорошо, значит, Бог ему явился и сказал вот этот текст. Значит, что мы отсюда видим? Что Всевышний был с Авраамом. С Авраамом вначале, да. Потом Всевышний был с Ицхаком. В чем это выражалось? Это выражалось в благословении. То есть, тут урожай, тут коровы, козы. Все как бы, все хорошо. А когда у человека все хорошо, окружающие люди, если у них все не так хорошо, что они думают, окружающие люди? Им обидно. И они начинают завидовать. Они не понимают, что как Каин. Вот это первый, первый, как бы, архетип поведения людей. Каин и Эвель. Два первых сына Адам Решона, первого человека. Каин занимался земледелием. У него своя функция. То есть, он занимается тем, чем Эвель не занимался. Эвель занимался скотоводством. У каждого свой талант. У каждого к чему-то призвание. Теперь, после этого, есть аспект материального бытия, да. Есть аспект духовного. Каин говорит, давай принесем жертву Богу. Давай, говорит Эвель. И они оба приносят жертву Богу. Каин приносит от плодов земли, семенальная. Эвель приносит самых больших баранов. Там все. Он говорит, все для Бога. И Каин начинает ему завидовать. Ему Бог говорит, зачем ты ему завидуешь? Сделай. У тебя такие же возможности, как у него. У всех в этом мире есть равные возможности быть счастливыми, быть наполненными, быть счастливыми. Счастье это основной критерий, критерий того, что человеку хорошо на душе. Теперь, что сделал Каин? Убил Эвеля. Авимейлах и филистимляне видят, что у Ицкака все хорошо. Он получил урожай в сто раз. Ну, придите и скажите, давай научи нас, как молиться Богу, твоего отца, Богу Авраама. Научи нас, ты молишься, тебе прет. Значит, отлично. Мы тоже хотим, мы тоже хотим молиться этому Богу. Мы хотим жить хорошей жизнью. Жена, дети, все. Давай. Что сделал Авимейлах? Он говорит, уходи. Нам обидно, что... То есть мы не хотим ничего менять в себе, но нам лучше, чтобы ты ушел. Значит, он ушел. Всевышний ему говорит, я буду с тобой, я буду в тебе, как я был с Авраамом. Все, он ему это сказал. И вайвеншам мизбэх. И что сделал Ицкак? Он построил там жертвенник. Вайкрабы Шамашемы начал вызывать именем Бога. Вайет Шамало. И там же он поставил свой шатер. Вайкрушам Авде Ицкак Бер. И начали опять копать его... Его... Рабы начали копать колодец. Ицкак посмотрел, посмотрел. Мы знаем, это его качество, что он... Он... Все время копал, как бы, колодцы в себе. То есть он находил источник существования там, где он. Он был очень автономно независимый. То есть есть люди, которые строят свою жизнь в зависимости от других людей. У меня есть один друг, который... Такой он... Гуру называется нетвертинга. Нетвертинг – это создание связи. Он очень хороший человек. Он... Он прямо вот реально... Он самый... В книге на эту тему пишет. Все. Он из этого создал целую науку, как устанавливать отношения с людьми. И мы с ним много лет уже дружим. Сейчас живет на Бали. Бали такой остров. Он еврей тоже из Израиля. Жил в Канаде, в Англии, в Москве. Сейчас живет на Бали. И он все время мне говорит, Ицкак, ты мало общаешься. Ты интроверт такой, да? То есть ты мало общаешься с людьми. Я говорю, а зачем с людьми-то общаться? То есть с людьми надо... Людям надо давать, приносить пользу. Но ждать от людей что-то я не хочу. То есть есть я, есть моя работа, есть Всевышний. Мне удобнее такой подход, когда я знаю, что все получаю только от Бога и не завишу от людей. Он говорит, нет, надо люди, люди, люди. Вот мы с ним в разных как бы краях отношения к этому нетвертингу. Я отношусь к нетвертингу как к тяжелой необходимости. И мне понятнее такой подход, что человек должен большую часть времени вкладывать в свое развитие профессиональное, физическое, духовное. То есть он должен в этом его как главная функция в жизни реализовать свой потенциал. И главная задача человека в течение жизни реализовать свой личный, индивидуальный потенциал и вывести его из состояния потенциала в реальность. Но это в первую очередь это духовный потенциал, потому что духовный рост это любое действие в этом направлении оно умножается на бесконечность, на вечность. Поэтому понятно, что важность духовного развития и реализации своего духовного потенциала она на первом месте. На втором месте это твой профессиональный потенциал. Мы все в этом мире должны приносить пользу другим людям. И мы это делаем с помощью своего профессиональной деятельности. То есть у каждого человека он не может прожить, если он не приносит пользу другим людям. Но как ты ее приносишь? Большинство людей не реализовали свой профессиональный потенциал, потому что они не развивались в той сфере, в которой у них талант. И это требует огромного времени, постоянной работы, чтобы быть мастером в своем деле. И это очень важная сфера. Дальше идет физическое развитие, идет семья. Семья это вообще фундамент основа человека. И только потом я считаю идут внешние связи, которые 10-20% времени, но не более того. И вот Ицхак, может быть, поэтому мне близок его метод, он всегда он был автономный. Значит, его выгнали из этих филистимляне, сказали уходи отсюда. Он говорит, хорошо, пришел в Баршеву, посмотрел, посмотрел, вот тут будем рыть колодец. Вырыли колодец, есть вода, есть все. Теперь что сделал Авимелых? В Авимелых Аллах Элав Меграр. Этот Авимелых царь пришли, он пошел к нему, к Ицхаку, пошел из Грара, где до этого жил Ицхак. И с ним вместе он взял своего военачальника, главу Министерства обороны по имени Пихоль, предводитель войска его. Значит, пришли они и сказал им Ицхак, воемер алейм Ицхак, мадуа батэм элай, зачем вы пришли ко мне, говорит им Ицхак, что вам нужно? Вэтэм снесем оти, значит, вы же меня ненавидели, вы меня ненавидели в эти шлахуни мейтхэм, вы же меня от себя отослали, вы же меня выгнали. Ну, он им говорит, почему вы пришли ко мне, зачем? воемру и они ему сказали рао раину ки ая ашем и мах он говорит, видели мы, видели, много раз мы видели, что Бог был с тобой и мы подумали, пусть будет клятва между нами, чтобы был у нас с тобой союз, мир. Значит, здесь очень интересная такая вещь, каждый человек смотрит на окружающих людей и на мир сквозь призму своей системы ценностей. Теперь, какая система была ценностью у Авимелыха, мы понимаем, он выгнал Ицхака, то есть он не хотел, чтобы Ицхак, рядом с ним жил сильный какой-то человек, который, который, как Авимелых думал, Авимелых-то сам, он хотел, в случае, если он сильнее, он нападает. И у него, он думает так, если, ну, это же нормально напасть, если ты сильнее и забрать. Почему он так думает? Потому что он сам бы так сделал. И он думает, так, секундочку, значит, лучше я его выгоню от нас, чтобы, может, он ослабеет. Ицхак уходит, он не ослабеет. Сидит этот Авимелых и думает, эх, я бы на его месте напал бы. Пойду с ним договорюсь, чтобы он на меня не нападал. И он пошел к Ицхаку, думая, что Ицхак сейчас на него нападет. И он к нему пошел и говорит, давай заключим мир. Значит, ему говорит, имта сейманура, чтобы ты не сделал с нами зло, как мы тебя тоже не тронули. и значит, в каше расину имха рак то вани шалхеха бешалом ата вата баруха шем. Значит, и мы же тебя отпустили с миром, мы же у тебя ничего не забрали. Значит, давай заключим мир, что ты с нами так же поступишь. Значит, благословенный ты Богом. Так они ему сказали, что бешалом ата ата баруха шем. Благословенный ты Богом. Значит, что мы видим из этого отрывочка? Давайте посмотрим. Мы видим следующее. Значит, Ицхак, он с помощью своего служения Всевышнему и вот такого вот углубления в себя и он стал очень автономным и очень благословенным. То есть, у него было благословение, все, за что он брался, у него было благословение. Значит, окружающих людей в виде, здесь в Торе представлен авимелых. Это раздражает очень сильно, да? Почему раздражает? Потому что вот человек автономный, и все, что он делает, у него получают. Здесь есть два варианта. Можно пойти к этому человеку учиться. Можно сказать, слушай, научи меня, я тоже хочу. Ты как ты молишься? Я так буду молиться. Как ты работаешь? Я так буду работать. Ты колодцы копаешь. Я хочу с тобой. И так как Ицкак, это был сын Авраама, а у Авраама главное качество это хесед, милосердие, то этот хесед, милосердие, он бы распространил на других. Но у большинства людей, я даже могу сказать, не у большинства, а у всех людей, это сказал Всевышний в книге Берешит, в начале Торы, что сердце человека злое от рождения. Что имеется в виду? У каждого из нас внутри есть вот это вот животное, которое живет по животным законам. То есть, есть внутри прям конкретное тело человека, это животное тело, и в нем есть животная душа, так это и называется. Значит, если убрать у человека всю мораль, если убрать у человека всю идеологию, если убрать у человека все мысли, то что останется? Останется животное, которое хочет забирать себе все, что ему хочется, да, Вот хочу, хочу еду, хочу, все красиво, все, что вокруг, все мое, это мое пространство. Это животное, если оно сильнее, оно нападает на других, если оно слабее, оно убегает от других. То есть это животное. Это животное хочет размножаться по причинам абсолютно неинтеллектуальным. Это вшито в программу. В программу животного вшито инстинкт размножения, инстинкт самосохранения. И внутри каждого из нас живет вот это животное, которое ведет человека в сторону то, что он назвал Всевышний зло. А что такое зло? Зло это забрать у другого, зло это сделать то, что Всевышний сказал, что это зло. Теперь, дальше, у человека есть душа божественная, это как луч Всевышнего. У человека есть интеллект, в который Всевышний сообщает правила, что такое добро, что такое зло. И ты должен все время побеждать вот эту часть себе, которая животное, и управляя собой, управляя своим животным, вести себя в сторону Бога, в сторону своей души. Если ты в течение жизни, ты делал много действий, которые называются заповеди Бога, и ты свою вот эту животную душу, животная душа это как программный код, который находится внутри, в крови человека и в его теле, это называется животная душа, которая с помощью там целой системы, вот эти гормоны разные, там невероятно сложная система, но это как программный код. Если ты делаешь действия, которые называются заповеди, то ты берешь этот программный код и поднимаешь, очищаешь его, и поднимаешь на уровень вот этого света божественного, который есть в тебе. И когда отпадает вот это мясо, оно отпадает, животная душа в конце жизни, когда человек умирает, она как бы вытаскивается из этих клеток, она взлетает на свой более высокий уровень. Если у нее есть сила взлетать, то есть если в течение жизни человек делает эти духовные действия, тогда эта животная душа, она и соединяется с его божественной душой, и человек как бы вот в этом своем самоосознании, он продолжает жить в вечности. А если человек, он всю жизнь занимался только животными, какими-то проявлениями своего тела, то что? Тогда он взлететь не может, у него нет вот этой вот силы подъемной, не наработал. То есть он за жизнь, он не делал никаких заповедей, и он, эта сила можно ее назвать добро. Вот если есть зло, это животное такое, а есть добро, это духовное. Если вот этого добра не хватает, чтобы взлететь на уровень то, что называется там рай, вечная жизнь и так далее, тогда эта душа, животное, она сгорает, и появляется новая попытка. Понятная идея? Это в двух словах, в двух словах, что происходит в душе. Все, теперь, значит, Авраам, про отец Авраам, ответ на вопрос, почему евреев не любят. Потому что Авраам, соединившись со Всевышним, он получил определенные качества, которые передавал своим потомкам. И эти качества, они выражаются вот в этой связи со Всевышним, которая выражается в том, что правила, которые придумывают люди, они перестают быть настолько существенными и обязательными. Но если есть правила духовные, то есть если еврей, он соединился с Богом через Тору, тогда он действует, вот эта духовная энергия, которая подключился Авраам, она ограничивается запретами. И тогда, тогда еврей, который потомок Авраама, который выполняет заповеди Торы, он тогда очень много света приводит в этот мир, и сам живет вот такой вот, как священник. Да, это называется? Священник от слова свет. Святость, свет. Теперь, но если еврей, он не живет по Торе, тогда у него остается доступ к этой силе и внутреннее пренебрежение к правилам, которые придумывают люди, потому что люди могут придумывать все, что угодно. Есть Всевышний, это истина, а люди придумывают, каждый живет в своей программе. И тогда у еврея остается много энергии, которая должна приносить свет, связь со Всевышним, пренебрежение к правилам, которые придумывают люди, и это то, что дает вот это качество творческого преобразования мира, которое выражается в 30% Нобелевских лауреатов и так далее. То есть у евреев есть энергетика творческая, ломание правил, то есть творчество это когда ты ломаешь правила, и есть вот эта сила дополнительная, и есть какие-то вот эти вот качества, которые передавались с годами, потому что все равно получается так, что если ты не работаешь, то ты не ешь, и ты должен работать. То есть есть очень много разных таких нюансов, но главное отношение, что те люди, которые вокруг, как Авимелых и Сторы, они чувствуют, что вот это благословение, и у них есть разный подход. Можно сказать, давай вместе, давай вместе будем учиться, работать, создавать, и те страны, в которых евреи интегрированы в общество, они процветают. Пример это Америка, например, да? Те страны, в которых евреи не интегрированы в общество, то чаще всего с этими странами происходят какие-то очень неприятные вещи в истории, то есть эти страны исчезают. Все, удачи, успехов, всем счастливо, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok